что получателем платежа стоит TransTech, не First Skyway Invest Group, которая в Англии зарегистрирована, а TransTech, потому что он является агентом. Если вы посмотрите договор инвестирования, то там об этом сказано. Сейчас новый договор там существует. Это для того, чтобы вообще можно было бы перечислять такие суммы, накапливать. Людмила. Продолжение следует... Capital обеспечивает получение залоговых акций по договору, а проведение финансовых средств обеспечивает TransTech. Для этого, обращаю ваше внимание, что для этого выбрано... Здесь мы нашли компанию, фирму PayHub, которая имеет международную лицензию для приема финансовых средств и их передачи. То есть, у нас есть договор, у TransTech есть договор с PayHub для услуг, банковских услуг. Поэтому здесь стоит у нас, кому отсылаются деньги, когда человек получает вот этот инвойс. Здесь стоит не TransTech, а именно PayHub AS. Эта компания, зарегистрированная в Эстонии, имеет лицензию. И работает с банком ASST Credit Bank. Людмила. Продолжение следует... Алло? Алло, алло? Не слышно. Куда-то меня выбило, что ли? Алло! Алло! Что здесь очень важно, коллеги? Здесь очень важно, как правильно осуществить вот этот инвойс. То есть, я вам объяснил, почему это у нас здесь есть в инвойсе. Суммы могут быть от 10 и выше долларов. И в платеже очень важно, в двух местах написано. То есть, называемое назначение или цель, или же... Значит, в разных... Я потом дальше покажу вам, какие... Тут один пример, так. Важно написать, для чего назначен платеж. Такой длинный, можно все выписать, если позволяет ваша банковская платежная система. Где вы пользуетесь, каким банком вы пользуетесь. Если этого нет, можно укоротить. И я покажу укороченный вариант, который есть. Поэтому об этом сказано и здесь в инвойсе, и отдельно еще детали платежа. Тоже еще раз обращаю ваше внимание. И обращайте внимание своих коллег на эти места. И сейчас пойдем дальше. Людмила. Очень, очень, очень! Важно! Возвращайтесь в два места. В основном, в этой точке. В основном, это номер 1. И в этой тему, в письме, вы должны написать. Вы должны написать точно, что вы должны снять эту тему. Если вы имеете в банк, то просто пишите все здесь. Please don't miss this. Please fill out these fields. It's very, very important. And please describe this and tell about it to your partners and to your investors. Идем дальше. Людмила. Я еще повторюсь, просто для... Что важно должно быть в платежном поручении, или вернее в платежке должно быть указано. Номер, invoice, номер, дата может быть и кому. Для Транстеха. Все, остальное не важно. Дальше я это покажу вам. Людмила. Can you return the screen, please? Okay, here we are. So, in this field, what you should write? You should write the number of the invoice. That's number one. The date. Then, you should write also, so just for whom, and this is Транстех, okay? It's Транстех. It's not Skyway Capital. Now, let's start with you. Now, let's start with you. Расходы на перечисления покрывает плательщик. Имя получателя. PayHub. Счет получателя. Смотрим, какой счет получателя. Вот он здесь стоит. Видите? Вот он здесь стоит. Счет получателя. Адрес получателя. Адрес получателя. Счет получателя. Адрес получателя. Да, Людмила? Людмила. Здесь экран is in English, but it will also be in English as well. Some computers have only the English one or only Russian one. Please put your attention that the name of the receiver is PayHub AS. The number of the IBAN of the receiver is the number of the PAHB-AS. Then you should write the address of PAHB-AS. So it's here, it's indicated here. Then the state or the country of the receiver, it is the country Estonia. And then, so the name and address of the bank itself. And finally, it's also in Estonia. A-S-E-S-T-U-D-A-D-A, and then the swift code of this bank. И теперь я скажу это, что сказала Людмила по-английски, скажу по-русски, договорю, она меня передела, спасибо, Людмила. Значит, Estonia ставите, я поставил Estonia, но, соответственно, кто где. Далее банк, в котором обслуживается наш проводник финансов, приемщик. Это площадка, куда принимаются деньги, и это как сейф, электронный сейф. Туда деньги поступают на имя Транстека, и Транстек распоряжается, чтобы эти деньги ушли отсюда дальше для цели инвестиций, Global Transport Investment. И банк обслуживает, в данном случае, A-S-E-S-T-Credit Bank. Его свифт здесь такой. Идем дальше. Людмила, я тоже сказала по-английски. Просто, чтобы сделать это очень, очень, очень簡単, просто, чтобы избранить все вопросы. Так что база – это как сейф, или специальный сейф, или зон, для Транстек. Так что, это как сейф, это делает все финансирование финансового операции. Но на этом платежка не кончается. Видите, здесь стрелка идет вниз. Что еще? Это очень длинный лист, международный платеж. Далее мы видим, что там еще есть корреспондентский банк или банк корреспондент, банка получателя, то есть этого банка, это банк в Бельгии. И здесь только дается ее свифт. Ни счета, ни посредника, ничего другого больше нет. Указывается сумма. Я скрыл наличие моей евро на этом счету. И пояснение в инвойсе. Это инвойс, номер которого я показывал. Я сделал короткий вариант. Какого числа? И номер телефона для идентификации. Мало ли что где-то собьется, по крайней мере номер телефона всегда проходит. Что же делают коллеги? Как правило ставят только номер телефона. И банк не понимает. У нас уже один счет такой закрыли у коллеги. Поэтому повторяю. Инвойс номер, НР номер, дата, ФОР Транстек ОЛЮ и номер телефона. Людмила. ФОР Транстек ОЛЮ и номер телефона. ФОР Транстек ОЛЮ и номер телефона. ФОР Транстек ОЛЮ и номер телефона. And that's how the money don't go anywhere. Please be very, very attentive here. You need to write again in a very, very short way. The invoice number, so for example, 714252. Then the date, the 11th of September 2017. And then for whom it is, it is TransTech OU. And the telephone also, just in case for the transfer not to be lost on the way. Pay Hub, его координаты, номер счета, координаты, Эстония, кредитный банк, то же самое. Все то, что мы видели. И далее то, что сейчас Людмила перевела, это все на английском, просто, что вы видите. И детали, детали платежа, пожалуйста, вот они здесь. У кого нет русской версии, вот деталь. Людмила. Все наши leaders have seen the explanations also, because everything here is written in English. So, the payment date, the payment type, normal, the transition course, 3 метра, the one who sends it, and everything is in English. So, because I'm translating into English, I think that you can read in English. Please, again, don't forget about the details. In a very, very short way, the number of the invoice, the date, for whom, for TransTech OU, and the telephone for your transfer not to get lost on the way. И когда вы это все заполнили, вы нажимаете на отправку платежа. И будьте уверены, ваш платеж дойдет надежно. Их ежесуточно, или, по крайней мере, по полусуток направляются для того, чтобы идентифицировать и выставлять контор. Ну, как бы, Skyway Capital имеет полный доступ к банку и заносит на счета, разносит те, кто платежи были, разносит по счетам. Будьте, коллеги, внимательны. Передайте, пожалуйста, это все своим инвесторам, своим партнерам и следите за этим. Я на этом закончил. Готов ответить на вопросы, если у кого-то появится. Если вы делаете ошибки, то вы трансфер будет потерян. Please fill out everything correctly and then Skyway Capital has the access to it and your money will be so credited very, very soon. Значит, что касается, тут я вижу вопрос, Елена спрашивает, мы выбираем международный платеж или европейский? Я здесь показал вам версию международного, скажем, не европейского, он более длинный. А если европейский, то он более короткий, и там еще легче его заполнять. Людмила. Благодарю. Ну, тогда я приглашаю Инету все дополнения по платежам, что есть сейчас. Пожалуйста, добавите. Инета. Инета takes the floor. Добрый день, коллеги. Рада вас видеть. У нас такое серьезное сегодня событие. Объясняем все то, что очень важно. Много, что Владимир сказал, я перейдусь по своим слайдам и пару акцентов еще дополню к этому вопросу. И первое, хочется вам напомнить про условия, которые нас ожидает сейчас, переходя с девятого на десятый этап, потому что уже во время выступлений Владимира уже поступали вопросы. И очень хочется, чтобы вы это услышали и красиво, уверенно несли дальше. Сегодня вечером в 20.00 мой вебинар, я буду делать еще раз акцент и на эти изменения, или то, что у нас хорошее соблюдается и сохраняется на десятом этапе. И также буду показывать некоторые новые нюансы в кабинете на оформлении специальных программ. Владимир. Самый главный вопрос и пункт, который все должны теперь уважать и выполнять моментально, это все-таки верификация. Мы долго об этом говорим, и сейчас мы пришли к тому, что даже вот все эти платежи, которых Владимир показывал, в принципе невозможны, если человек не верифицирован. И это требование банков, и тут Skyway Capital не может делать какие-то изменения. поэтому мы принимаем это как один из моментов безопасности и легальности нашего сотрудничества. Верификация. Номер один стоит перед всеми. Значит, из-за работы Следующий важный вопрос – это наши программы по системе, как говорится, график выплаты или рассрочки, как мы их называем. Они остаются и будут нашим основным инструментом. Это очень важно, не пугайтесь. Почему-то переход на 10 этап вызвал очень много боязни, чего не будет. Будет все, что у нас хорошее, еще лучше. Поэтому эти программы сохраняются. Акционный счет – это единственный такой сильный момент, который остается в 9 этапе. На 10 не переходит. И об этом мы знали уже на 8 этапе. Поэтому это не сюрприз, это логическое развитие. И закончилось время подарков, дополнительных подарков. Поэтому акционный аккаунт не будет активным. Он не исчезает, он не закрывается, но не будет активным в таком понятии, как мы его знали. То есть в кабинете он остается для специальных нужд. Мы знали, что это не используем, но не нужды в 10 nesse этапе. Мы не rolим от того, чтобы его оставить. Он остался в этой стене, дома, тебе придется до properties, но время для этого. Но, в чем разуме, было бы не будет активным, но время для дополнительных трехпировок есть, что у вас с другой. Так что, но времени, оно еще в то, что ничего не работает. Так что, мы не используем, но время для дополнительных шоу. Павел, спасибо за вопрос. Сразу отвечаю. Что если на этом аккаунте лежат средства? Первая рекомендация. Конечно, перед переходом на 10 этап мы стараемся эти средства конвертировать на самые выгодные программы. Если средств не хватает на полную программу, мы имеем возможность добавить средства с бонусного счета или с основного счета. И это и рекомендуется. Это первый ответ. Людмила. И вторая возможность. Вы можете оставить средства в данный момент на этом счету и конвертировать их на любой пакет и в следующем этапе. Только поймите правильно, что это уже будут другие дисконты. И также сможете добавить. То есть накопленные средства, которые остаются на акционном счету, вы сможете их обменять на пакет и в следующем этапе, добавляя новые дополнительные средства или используя только те, которые есть на счету. Но вы не сможете их больше заработать. То есть ваш акционный счет не будет пополняться за счет вашего активного действия в проекте. Вы можете добавить это на счету. So, divide-outам. So, часть 10. And later on, you can also add some money from the bonus account or from your main account and to purchase a package you will choose. But please remember, so though this money is still there, so this account will not be added with more money anymore in stage 10. Следующий вопрос – это наш маркетинг-план. Маркетинг-план остается таким же, как он есть. Вся база, основа наших процентов, глубины разных уровней и дополнительных процентов за активное участие – все остается в силе. Также остается в силе все условия, те же самые условия для достижений следующих уровней. Я говорю про лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Условия достижений статусов остается в силе. Мы услышали только об одной новости, которая касается именно топ-экспертов, но это не достижение статуса, а это дополнительная возможность получить дополнительный бонус, топ-бонус. Для этого будут новые условия, они будут объявлены на десятом этапе. Радмила. Ну и вопрос специальных дисконтов – это в основном касается программ, которые были объявлены в конце 2015 года. То есть всем партнерам, которые успели воспользоваться программой по дисконту 1 к 600 и не только к 600, кстати, да, эти программы были с уменьшающим дисконтом, доходя до 1 к 300. В любой этой позиции, если у кого-то остались эти программы, они остаются и на десятом этапе, вы можете ими пользоваться. Но это только для тех, кто их уже имел и соблюдает с 2015 года. Это не касается новых партнеров. А для специальных дисконтов 1 к 600, 130. Это просто не так! Попробуем. 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 1 к 600 и 1 к 30. А для тех, кто у вас уже получил. То есть этот вопрос тоже очень часто задается и хочется, чтобы вы наконец-то услышали, по-моему, задается вопрос только из какого-то страха потерять чего-то, но это уже давным-давно сказано, что программа 1к600 остается для тех лояльных инвесторов, которые поддержали компанию в очень сложный этап и момент. Поэтому я рекомендую больше это не поднимать, потому что это касается только определенной группы инвесторов и партнеров того времени. Мы уже прожили 16-й год и 17-й тоже приближается к концу и имеем совершенно другие специальные предложения, на которых стоит делать акцент для всех тех партнеров, которые за два года пришли в наши команды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну и немаловажный пункт, это именно специальные предложения для партнеров, для активных партнеров, которые у нас на данный момент принимают участие в партнерской программе. Это специальные программы с бонусных счетов. Это 4 предложения с одноразовой инвестицией. И если у вас была возможность накапливать средства на ваши бонусные счета, то именно перед переходом, в последние дни перед переходом на 10 этап, рекомендую воспользоваться этим программом, потому что в них повышенный дисконт. То есть более выгодная инвестиция на эти 4 программы. Это именно для партнеров, больше для тех, кто пришли в 2016 году, в 2017 году. То есть для всех, но для этих людей особенно. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь просьба и рекомендации именно лидерам регионов, людям, которые ведут свои занятия. Все-таки на бонусных счетах наблюдается очень большое скопление средств. И как я говорю, это такая замороженная полочка, на которой средства... Они не отданы проекту Skyway и они не забраны в ваш кошелек, в ваш карман. И они где-то заморозились и не имеют, как говорится, никаких задач. Правильнее было бы дать направление этим средствам. Если мы их отдаем проекту, то, пожалуйста, конвертируем на специальные программы. Если есть другие задачи для этих средств, то вынимаем из кабинета. У нас система вывода денег тоже работает. Об этом тоже сейчас немножко поговорим. Самое главное, не накапливаем долго здесь свободные средства, потому что они не имеют никакую задачу, а это неправильно. Продолжение следует... Теперь еще раз немножко к банковским переводам. Может быть, не хватало слайда, добавлю к Владимиру, что да, именно здесь выбираем пополнить счет. Многие не знают, где получить инвойс и как до него добраться, как начинать делать зачисление средств. То есть выбирая пополнить счет. Также вы замечаете, что здесь можно найти раздел «Запрос на вывод». Это то, о чем я только что говорила. Если средства для вас свободны, выводите их. Запрос на вывод. Небольшая процедура. Вы оформите запрошенную информацию и получите возможность вывести средства. Продолжение следует... В разделе «Выставленные счета» вы можете найти истории своих заказанных инвойсов. И здесь хочу добавить, что если вам нужно пройти этот процесс и научиться, как оформить инвойс, спокойно делайте какое-то время этот выставленный вам инвойс будет здесь храниться, потом будет удаляться с истории, если вы им не воспользовались и не оплатили этот счет. Но как пример, каждый лидер региона должен оформить свой личный инвойс, чтобы пройти полностью ту процедуру, о которой Владимир сегодня говорил. Продолжение следует... Продолжение следует... Just under the withdrawal request, there is the issued invoices line. If you click on here, you will see the history of all your invoices. And my request to all the leaders, please, we'll just click on here at least once and go through all the steps to explain to your partners how to do that. В чате параллельно я наблюдаю за тем, что кому-то кажется, что мы объясняем элементарные вещи, может быть, это не нужно делать. Если не нужно было это делать, мы бы это не делали. Но имея опыт, что уже закрывается в счетах, что банки высказывают очень серьезные претензии к нам, это каждому из вас, мы можем каждый на себя принять эту ответственность, мы должны понять, что, как я говорю, просыпаясь ночью, вы должны знать, где кликнуть, что открыть, как заполнить для того, чтобы наши перечисления шли правильно. Ничего здесь лишнего. Это очень важный этап. Очень важный этап. И в последние дни перед закрытием этапа вы знаете, что будет больше нагрузки, и при нагрузке будет и больше ошибок. Мы стараемся этого избегать. Я уже вижу feedback, поэтому это что-то, что все знают. Нет, не все знают, потому что мы уже имеем большинство от банков, которые очень нечислили, что мы не знаем, что наши партнеры инвестируют, и они просто, ну, они просто, ну, они не знают, что наши партнеры делают их работы, которые не знают, что мы не знаем, что мы не знаем, чтобы все знают, это снова и снова. И в последние дни перед началом 10, когда налоги увеличиваются, это еще более важный. Я хочу, чтобы каждый лидер, с их глазами, знать, где кликать, в том числе, и в том числе, и объяснить это, to every partner from their team. Валют оформляется индивидуально, во-первых, имеет ваш личный номер, для вас созданный инвойс, а во-вторых, если вы меняете валюту, меняются номера счетов. Здесь тоже происходит очень много ошибок. То есть не передаем информацию, а берем четко с того инвойса, который оформлен на конкретную процедуру. И если мы выбрали валюту евро, проплачиваем евро. Если выбрали валюту в долларах, проплачиваем в долларах и так далее. То есть это четко должно соблюдаться. Give the copy of your invoice to your partners, because each invoice is an individual invoice. Every single invoice will have its own number. So please explain the path. If you are helping someone to fill out the invoice, please use only there, well, unique details of this invoice. And please will pay attention, so the currency will be different, and so the numbers will be different as well. Пару слов еще о других системах оплаты. Как вы видите, у нас SWIFT оплаты несколько. С левой стороны у нас тоже SWIFT. Мы сейчас говорили про международный платеж от 10, который справа внизу на экране находится. Хочу обратить внимание на другую возможность SWIFT перевода. Вот, смотрите, the screen you can see at the bottom, on the left and on the right, two SWIFT transfers. Владимир Масловloff was explaining some details about the International Bank Transfer, the one that is on the right. I would like to add some details about SWIFT transfer that is on the left. Это SWIFT, который предлагает перечисление, начиная с 5 тысяч. Если с правой стороны мы смотрели, что с 10 долларов, то, пожалуйста, имеем в виду, что здесь перевод для больше сумм, но этот SWIFT требует обязательно верификацию также. Поэтому не удивляйтесь, что выбирая позицию SWIFT, здесь открывается предложение регистрироваться на систему Advanced Cash. Это происходит из-за того, что за этим SWIFT обращается неверифицированный клиент. Если нет верификации, вас направят на Advanced Cash. Можете провести там регистрацию и делать оплату через Advanced Cash систему. Если пройдете верификацию и воспользуетесь SWIFT, то получите Invoice на Чешский банк. Тоже европейский перевод. И европейские переводы очень быстрые, эффективные и малостоящие. Поэтому нужно, наверное, правильно исполнять условия и пользоваться удобными системами. Что случилось? Вчера, на лице, на лице, это из 5,000 долларов. И то, что за этим, на лице, это из 10 долларов. So, what happens if you are not verified in your office? When you click on this Swift or on the other one, so you are directed to the advanced cache. So, just because you are not verified, so then you will have to just register in advanced cache, etc., etc. That makes the transfer much more complicated. So, please verify yourself. If you are verified user, when you click on Swift, you will have the invoices that just will connect you to the European banks. And so, your money will reach your office just in 1-5 days. Еще раз вернемся к оплате через систему advanced cache. Advanced cache, она очень эффективна и также работает. И в чем она еще несет преимущество, что эта система позволяет очень быстрый и легкий вывод средств, удобный вывод средств для каждого партнера. Поэтому все равно остается рекомендацией каждому постепенно регистрироваться и открыть свой advanced cache account, заказать банковскую карту и облегчить и ускорить возможность выбрать средства своего личного кабинета. И здесь порекомендую просмотреть видеоролик. Сегодня его демонстрировать не будем повторно. Еще раз его повторим в нашем чате, где идет уже именно инструкция, как открывать счет и заказывать карту. Я также рекомендую рекомендущие в АдвансCache. Потому что это очень простая система, и вы можете просто сдвинуться и сдвинуться за деньги через АдвансCache, если вы также можете получить специальный банк с помощью АдвансCache. We won't show you the video about how to do it, but later on it's already here, so it exists. So you can just see it, and I would recommend everyone to register in АдвансCache and use it. It's the easiest system ever. Идем дальше. Пару слов о специальном предложении. У нас программы для несовершеннолетних в данный момент введены изменениями. О них я буду говорить больше вечером, просто обращаю ваше внимание, что появилась сразу верификация при заказе детских программ. И хочу акцентировать их, потому что в этих программах очень-очень выгодный дисконт. Если выполнить все условия программы студент, вы имеете возможность получить дисконт 165. Это уникальный дисконт, уникальная возможность. И сегодня обращение именно к вам как лидерам. Может быть, эта программа не сегодня при закрытии девятого этапа для новых инвесторов, но она очень интересна, важна и выгодна для существующих инвесторов и партнеров. Поэтому обратите на это дополнительное внимание. Продолжение следует... Добавлю к Людмиле верификации не себя, а верификации именно несовершеннолетнего ребенка. При том добавилась новая позиция, добавить следующего и следующего ребенка. То есть на разное количество детей можно открывать программы. Идем дальше. У меня еще пару хороших новостей для вас. Хочу сегодня сказать, что мы разрабатываем, приводим в порядок систему выдачи разных памятных монет. И также наших значков. Поэтому хочу сказать, что прямо дополнительные члены команды организуются на эту работу. И в конце сентября начнется доставка монет. Сейчас я говорю в основном про монеты программы «Инотранс». У многих был вопрос, когда и где можно получить. Мы знаем, что можно было получить монеты на экофестивале. И теперь начнем систему выдачи. И будут посылаться посылки. Наверное, через вас, уважаемые региональные лидеры, ваши команды, структуры будут получать эти монеты. Также на местной расширенной конференции будет возможность вручать наши специальные значки по достижению статуса по маркетинговой программе. Поэтому конец сентября, начало октября начинается система выдачи. Будем выходить на связь с каждым лидером. И в дальнейшем процесс будет примерно так. Один раз в месяц каждая страна получит то, что за месяц заработала. Один раз в месяц. So, at least once a month. So, you should give these coins to the people who deserve it, so who paid for it. And not only these coins, but the special badges that symbolize your achieving a new status. But we will get in contact with every single leader and will send a parcel at least once a month. And at your offline conferences, you will have the opportunity to reward your people with these badges. В этом отделе у нас в помощь придет наш партнер, поэтому в чате лидеров будет выставлен контакт. Это Любовь Федорова, которая будет вести списки, отчет и также будет с вами в контакте. Поэтому выставлю данные и, как говорится, приветствуем Любу на этой позиции. И в дальнейшем, лидеры, у вас будет новый, как говорится, ответственный человек, с помощью которого вы сможете решать эти важные вопросы. Поздравляем Любу и также нас тем, что система заработает лучше. Сразу отвечаю и по ходу на вопрос. Да, в технической помощи до сих пор дались другие ответы. Я сегодня сказала, что по детским программам у нас внесены изменения. О них больше я буду говорить сегодня вечером. Ничего сложного, если идти к кабинету по указаниям, все можно делать. Поэтому и техническая помощь в дальнейшем будет давать вам другие рекомендации и ответы по поводу программ для несовершеннолетних. Еще два слова по поводу специальных материалов и наших работников. Также вы знаете, что у нас есть папка для конференции, в ней все материалы, которые должны быть использованы при оформлении конференции. Сейчас у нас пошел график, плотный график конференции по всем странам. Коллеги, нельзя конференцию не оформлять или оформлять как попало. Мы в одной компании, у нас есть свой бизнес-стандарт и стиль, и его обязательно нужно соблюдать. Поэтому мы еще раз совсем недавно. Были выставлены все документы, этим отвечает Елена Кавалика. Данные у вас тоже есть на общем чате. Но все материалы были опубликованы. Мы еще раз их опубликуем в формате единой папки. И каждый лидер имеет возможность всегда туда зайти и выбрать тот материал, который необходим. Елена Кавалик. Елена Кавалик. Также, оформляя большие конференции, у многих лидеров появляется желание создать какой-то новый материал. Это можно делать, но это можно делать, используя только тот исходный материал, который согласован с головной компанией и с компанией Capital. И этим отвечает наш отдел. Поэтому через Лену, пожалуй, свои предложения. Кому нужны другого типа, другого формата. Ролапы, они организуются для всех. У вас пришла идея, вы ее заказываете, для вас она создается. Потом мы ее выставляем в общие папки и все могут пользоваться новым материалом, который был создан по вашей инициативе. Это очень приветствуется, но нельзя делать, как говорится, втихаря в себе, в понятном только в стиле. То есть в дальнейшем все материалы, которые любой из вас создает в своей стране, должны быть согласованы, скажем так, с Skyway Capital компанией. Четко это происходит через наш отдел, за который отвечает Елена Кавалик. Прошу всех соблюдать это правило, чтобы не заниматься нам контролем. У нас есть вопросы о партнерах и инвесторах, которые хотят создать их собственные материалы. Но я должен сказать, что вы можете, и мы рекомендаем ваша initiative, но вы можете использовать только материалы, которые уже предоставлены по главным компаниям и Skyway компанией. So, you can just send this idea to Elena Кавалик, who is responsible for this. We will order the materials. We will put these materials in the folder. You can use them, but please remember, these are only the materials. These are approved by our company, by our Skyway company. Есть определенные материалы, которых выгоднее лучше делать всем совместно. И в данный момент я говорю про брошюру. Вернусь к фотографии, чтобы вы поняли, о какой брошюре я говорю. Именно об этой брошюре, которая была создана для мероприятий Экофестиваль. И в данный момент есть возможность ее делать как одним тиражом на русском и на английском языке по выбору. Но для всех совместно. Потому что это серьезный материал, стоит достаточно серьезных средств. И делав большие заказы, типографии, как говорится, дают более дружные цены. Поэтому здесь такие большие материалы рекомендую заказывать. Если мы выкладываем информацию о том, что можно их получить, будьте активны, сразу формируйте свой заказ, и ваш заказ будет по выгодной цене. В данный момент делается 4000 эксемпляров этих журналов для всей Европы. В первую очередь не отказываемся от доставки в Россию, потому что буклеты или брошюры эти, да, они отдельно на русском языке, отдельно на английском языке. Еще раз подтвердите необходимое количество, и цена очень приятная. То есть лидеры, которые оформляют заказ на общий заказ, будут получать эти брошюры. ...боклеты that have already been created, and they have been created in English, and they have been created in Russian. So, and if we order a big amount of such booklets, so we have the wholesale prices, and they are quite beneficial. So, then, for example, so one booklet can cost only 2.5 euros. So, please, we'll just order them. And so we already have 4000 booklets, and so we can send them to European countries, and we can send them to Russia as well. And so we can send them to Russia as well, and we can send them to Russia as well, and we can send them to Russia as well. ...объемную информацию. Коллеги, еще раз, это делаем только по той причине, чтобы было понимание у всех. У нас на сегодняшний момент есть все материалы, мы уже это проговариваем постоянно. В чате есть вся абсолютная информация, все контакты, которые выставляю регулярно. Очень большая просьба и пожелание. Не загламлять чат своими вопросами персональными, которые вы можете задать точечно конкретному человеку, который может это решить. Важно, чтобы у всех был доступ ко всем контактам. С Approx ... dellaut Catholics ...и импортизм Ich новая диплометра стоимость Ваша ...я запись ... я приобрет지고 о том, что в настоящий момент у всех также есть возможность оплачивать через копипей, через Visa Mastercard. Продолжение следует... Продолжение следует...